Смотрим Минаева у Гордона и читаем текст Шадова. Так, Минаев, Гордон, ты с... 1.50? С часа 50, как я понял, да? Час 50, час 50. Пуф. 20 минут, ребят. Надеюсь, они не затянутся надолго. Поехали. У аналитической философии по всему миру является множество поклонников. Ну... Имеется, блядь, является. Читать бы научился чувак. Лол. Сразу, видите, подъем. Приветствую, Дмитрий, приветствую, друзья. Все, начинаем с 59 минуты и 20 минут вперед. Сразу, вообще, строго говоря, ну, как бы... Я поучаствовал, но что-то не прошло. Да это просто вводная фраза, которая на самом деле нихуя не должна значить. Просто введение в текст. Что, по аналитической философии по всему миру разве не множество поклонников? Что это? Так, Сунадо. Шат, я уточняю на всякий случай. Твоя статья это троллинг или, серьезно, точки над «и» обозначил без усугубления позиции? И то, и то. Но... На самом деле, там с элементами троллинга, и вы, если посмотрите, там просто местами такие бомбезные шутки, что охуеть можно. Так... Не, они ниже будут. Короче, там такие охуенные шутки, что принять это за какую-то серьезную статью, вот эти вот моменты, по крайней мере, почти невозможно. А относительно точки над «и», ну, это определенного рода такая статья в шутливо-обвинительной манере, и определенные позиции там расставляются. То есть, в ней есть истина. Там есть истина в духе того, что вот есть псевдоаналитические философы, ребята, которые хуйню и страдают. Приветствую, Панасенко и Епифанцев. Которые вместо того, чтобы разбирать высказывания, занимаются подлогом понятий, обманом, чем угодно. Короче, только не этим. Их основная цель – это просто заовнить оппонента. И Васил один из них, кстати. То есть, все. Я вам просто напомню, что в завтрашнем выпуске, ну, то есть, во вчерашнем или позавчерашнем, короче, после этой хуйни еще один будет. Там Васил сказал, мне прислали эту статью, чтобы я ее разъебал. Вот такая позиция. Донатов, как он был от нас далек. Спасибо большое. Так вот, такая позиция – это как раз псевдоаналитическая позиция. Это вообще псевдофилософская позиция. Ну, или софистическая, но с другой стороны. С другой стороны, с другой стороны. Ну, я думаю, что нет сомнений в том, как эти рофлы оценят сторонники аналитической философии. Ну, посмотрим, оценим сами, как они оценят. В этом-то и весь столб. Чтобы с одной стороны написать какое-то содержательное высказывание, а с другой стороны поджечь жопы идиотам. В этом весь смысл, как бы. Иначе нахуя вообще все это замышлялось. Дело в том, что аналитическая философия… Это проблема очень актуальна. Дело в том, что аналитическая философия – это не какое-то движение, у которого сейчас есть поклонники. Аналитическая философия – это то, как пишутся 90, 95, 99… Я думаю, он хуйню сейчас сказал. Берем российские журналы, там они так не пишутся, как не в стиле аналитической философии. Прошу прощения, я в отличие от этого бородатого чудика… Ну, я тоже чудик бородатый, видимо, да? Но в отличие от этого бородатого чудика, я читал огромное количество работ. По… ну, современных, академических. Я вот не знаю, где он там насчитал 90, ну, может, по всему миру, может, по всему миру 90. Но я, честно говоря, не думаю, что это так, я не думаю, что это правда. Я думаю, даже во Франции в той же процент значительно смещен в другую сторону. Мне тоже интересно, где такую статистику можно посмотреть, откуда он это высрал. Ну, в России, наверное, от силы процентов 50, может быть, даже меньше людей пишут в духе аналитической философии. Но это чисто вот по личному опыту человека, у которого есть степень. В отличие от личного опыта человека, у которого степени нет, который, ну, нихуя статьи не читает русскоязычные, соответственно. Ну, не только русскоязычные, конечно, тут, наверное, берутся. Но я не знаю, откуда он статистику взял. То есть это не, это типа, это не, блин, не знаю, это не марксизм. Я и не говорил, что аналитическая философия марксизм, Васил обосрался с высказыванием. Это не течение, это не теология. Это не течение, да, это то, это каноны академического стиля. Нет, это хуйня. Это тоже хуйня на самом деле. Если это каноны академического стиля, тогда нет никакого смысла в том, чтобы выделять аналитическую философию в какую-то отдельную группу. Можно просто тогда сказать, что это аналитический стиль. Ой, не аналитический, а академический стиль письма. Ну, у нас, в принципе, есть понятие научные стили. Короче, научные стили у нас есть. У нас есть, не знаю, публицистический стиль, есть научный стиль. Вот, научный стиль, академический научный стиль, приближенный к науке, да. Ну, тогда давайте называть это просто научной стилистикой. Никакой отдельной академической аналитической философии нет в таком случае. Это просто иллюзия. Это не какая-то тогда направленность, получается, лол. Вот. Важнейшими... Да, Гегель выходит аналитический философ, наверное. Хотя он раньше был разделение этого. Покетингами... Причем, заметьте, я ничего не писал про это. Опять же, шушиза появляется тут у Васила, он придумывает высказывания. И, причем, смотрите, у аналитической философии по всему миру имеется множество поклонников. Васил говорит, нет, блядь, это не так, сосите хуй, нет. Он не знает, что это вы не понимаете, что это аналитическая философия, блядь. Им не так пишут, девяносто, блядь, девяносто пять процентов, блядь, людей. О, сука. И еще шлюха с ним рядом. Масил, я сосу твою хуй. Блядь, ты прав, блядь. Молодец, отлично. Супер. Молодцы. Круто разобрали, молодцы. Только здесь этих высказываний нет. Триггерами данного стиля философствования является логика, анализ языка и математика, которые периодически разбираются мыслителями данного направления. Ну, вот, строго говоря, сейчас есть аналитические философы, которые... Все, я не считаю их аналитическими, если они есть. Все, просто, четко, закрылись, сделались. Ну, стоп. То есть, Васил говорит, что аналитический философ – это человек, который пишет в академическом стиле. Окей, я говорю, что в таком случае это определение не имеет никакого смысла. А более того, я вам более того скажу. В некотором смысле получается, что даже Делёс, Гватари и прочие замечательные авторы, они тоже писали в каком-то смысле в академическом стиле, только свойственном для своего времени, своей эпохи, своего места. Да, Делёс, аналитический философ, академический философ. Аналитик получается великий, видимо, я не знаю, я не знаю, как это работает, я не буду вкладывать эти слова в устава Сила, ну вот просто так получается неожиданно. Ну да ладно. Ничего не пишут про математику и... Окей. Так, высказывание. Важнейшими маркетинговыми триггерами данного стиля философствования, блядь, стиля философствования, смотрите, смотрите, нихуя себе, а у них тут жопа уже пригорела от того, что я, не знаю, они считают, что я её считаю каким-то направлением, течением, я пишу стиля философствования. Охуеть. Является логика, анализ языка и математика, которая периодически, блядь, то есть не всегда и не всеми, разбирается мыслителями данного направления. Всё. Понимаете, в чём дело? Этих людей не нужно разъёбывать, они уже сами себя разъебали. Всё, всё, всё. Блядь, просто с самого начала. Нет, чтобы взять, внимательно прочитать высказывания. Вот, у аналитической философии по всему миру имеется множество поклонников. Истинное высказывание? Да, да, истинное. Он сам потом скажет, уже сказал, что 90%. Поклоняется. Всё, поехали. Так они не считают, что это направление, это просто стиль написания статей, пишет Джон Доэ. Ну, я-то, в принципе, у меня написано, смотрите, стиль философствования, блядь, стиль философствования. Стиль, блядь, философствования, да, описано. Нихуя себе. Нихуя себе. То есть я пока что не назвал аналитическую философию учением. Я не назвал её марксизмом. И так далее, так далее, так далее. Мне тут уже вменили какую-то хуйню, которую я не писал. Ещё даже абзаца не прошло. Не прошло абзаца. Поехали. Есть аналитические философы, которые практически не занимаются анализом языка. Практически. Это не бьёт данное высказывание. Всё. Он может про классик. Более того, есть аналитические философы, которые говорят, что анализ языка бесполезен. Окей. Так. Периодически разбирается мыслителями данного направления. Периодически. Слово периодически, иногда, то есть. Не квантор всеобщности. Окей. Бывает. Бывает, бывает опять тоже. Для... Ну, как бы для философии. Или практически бесполезен. Вот. Что касается логики, то... Да, аналитические философии. Проблема просто заключается в том, что логика раздел математики. Ну, в современном мире, по крайней мере, вот на том дискурсе, на который Васил рассчитывает сейчас, и на который опирается. Логика раздел математики. Если кто-то из них пользуется или занимается логикой, он автоматически начинает заниматься и разбираться в математике. То, что математика и логика, ну, как бы математика и логика. Часть математики в данном случае. Упс, упс, упс. Более того, невозможно не заниматься хоть каким-то анализом языка, если ты пользуешься логикой. Ну, что логика это все же... Это хоть и формальная система, но она посвящена высказываниям. Не обязательно, что у человека должны быть целые книжки про анализ языка. Хотя периодически, ну, понимаете, аналитический философ, он может и не пользоваться разбором логики и анализа языка и математики. Он может пользоваться наследием тех людей, которые провели вот это вот все. Анализ, разборы логики, математики и языка. Причем математика, язык и логика, они здесь тесно переплетены и связаны. Как ни странно. Вот. Вот, собственно, и все. Так, Dragon Singularity, понимаете, в чем дело? В современном мире вот та логика, на которую апеллирует Васил, Маргинал и так далее, это очень символичная и логичная штука. Да, формальная логика это математическая дисциплина. Все верно в данном случае. И тут как-то неудобно становится уже на первом абзаце. Человек, в общем, взял цель разъебать меня, а при этом ни в одно высказывание еще не попал. Поехали. Философы это люди, которые используют логику, но, строго говоря, все люди используют логику, потому что логика в широком смысле это просто различие между осмысленным предложением и бессмысленным предложением. Охуеть. Просто, блядь, и дал рандомное определение ебанное. Молодец. Логика в широком смысле. В широчайшем смысле. Это все, что подходит. А, сейчас. Следующий тейк Васила, я чувствую, будет такой. Повторяя своего учителя Маргинал, он, наверное, скажет. Логика это все, что мне нравится, а то, что мне не нравится, это не логика. Это то же самое, что и с философией было у Марго. Я вот чувствую, что вот этих людей мы прижимаем все больше и больше к стенке с их вот такой низкоуровневой софистикой. И это меня очень сильно, на самом деле, радует. Несмотря на то, что я как бы сам софист, но вы знаете об этом, что я софист, и мы это вместе все признаем. Ну вот ребята прижаты уже, по-моему. Ну ладно. Ну и вот насчет логики и анализа языка, я, допустим, с Шадовым соглашусь, но... Ну математика, логика раздел математики. Как только ты занимаешься логикой, ты в том числе занимаешься неким разделом математики. Как бы, ну типа лол, ну типа так, ну да, ну тяжело это признать, но так работает. Ну либо ты признаешь, что логика это не раздел математики, да, в более широком смысле там и так далее, так далее, так далее. Логика это когда идут посрать, там, в унитаз, там, или что-нибудь еще, то так вот любое определение даем логике и нормально. С математикой это, например, я не согласен. Я докапываюсь, Арсен, потому что определения не будет далее. Не будет. То есть, ну... А где определение аналитической философии у кого-то? Покажите мне нормальное определение. Более популистских триггеров для псевдоинтеллектуалов сложно придумать, потому что на нее набрасываются незрелые... А потому для нее, не потому что, блядь, а потому... ...отвертностные люди, которые считаются какими-никакими ее представителями. Ну, это... Верно. Это верно. Ну, что сказать. Опять все на шадов нападают. Ну, вообще, да, давайте я... Ладно, давайте я для проформы сделаю вот эту оговорку, что вообще четкую аналитическая философия это нихуя не самоочевидно и действительно... Более того, аналитическая философия не существует. А, кстати, а какое определение аналитической философии у самого Васила? Тоже интересно в данном контексте. А то человек пришел, как говорится, разъебывать, да? Ну, я-то не разъебывать пришел. Я вот решил высказывание сделать. Я не говорю, что это высказывание кого-то, собственно, разъебывает, уничтожает. Я здесь не для того, чтобы огнить, я здесь для того, чтобы говорить. Ну, да, ладно. Видно, ведутся целые дискуссии историографические. Да, да, потому что на самом деле никакой аналитической философии не существует. Это, ну, просто странное общее понятие, которое абсолютно непонятно. Вот у Василы, например, это просто стиль написания статей. А, ну, как бы, лоу. Че-то нет. Че-то нет. Ну, в таком случае я тоже аналитический философ. Я же писал научные статьи. Неожиданно. Господи, блядь, да, я аналитический философ. Кто мог подумать, блядь. Ну, получается, Васил псевдоаналитический философ. Потому что он статьи почти не пишет, ничего не делает и так далее, и так далее, и так далее. А вот Шадов пишет статьи настоящие в журналы ВАКС, КОПУС и так далее, и так далее. Молодец, короче. Аналитический философ неожиданно. Хуйло, хуйло, знакомьтесь, хуйло. А вот аналитический философ. Хуйло, философ, хуйло, философ, хуйло, аналитический философ. Вот как-то так. Привет, Андрей Лошеза. Вроде получше стало. Вот, как бы, ну, вот. Для того, чтобы разобраться, что это такое. То есть, ну, у нас в России, как бы, чаще всего принято под аналитической философией понимать логический позитивизм плюс философию обыденного языка и ее последователей. То есть, это... Такое определение неплохое, но у меня, очевидно, более широкое. То есть, использование логики, проведение анализа языка и использование математики, в том числе, как предметы исследования, ну, и как средства тоже исследования, как методология. Нам срочно нужен акселерационизм, ускоряемся. Это вот то, что иногда под брендом ранняя аналитическая философия принято, принято понимать. Что, вот, был венский кружок, был, там, берлинский кружок где-то рядом. Приветствую, Ки, Юр, приветствую, рад видеть. Да, я-то все это знаю, да, Арсен. Ну, то есть, да, то есть, по-хорошему, тут автор должен изначально дать определение, потому что определений, как минимум, несколько, а я сказал философию, я же сказал философию логического анализа Арсен. Важнейшими маркетинговыми трингерами данного стиля философствования являются, вот, определения, использование либо в качестве метода, либо в качестве чего-то там еще, либо в качестве предмета разбора логики, анализ языка, или анализ языка как метод исследования, в том числе. Я сказал философия, философия логического анализа, да, да, Рассел, Мур, это, или я сказал философия обыденного языка. Я сказал философия обыденного языка, да, я, извините, я уже под конец стрима, я оговорился, я имел в виду философию логического анализа, это, соответственно, Рассел, Мур, ранний Витгенштейн, и, да, да, я оговорился. То есть у нас в России обычно имеется в виду, что вот был Фрегги и его новая логика, были ранние, вот, ранние философии логического анализа, был позитивизм, и был Витгенштейн и его последователи, и как бы все. Да, там где-то еще на периферии, где-то там Поппер Кун, как бы Поппер Кун, Лакатас, Куайн, вот, где-то эти чуваки, которых тоже не очень понятно, куда отнести. Ну, Куайна обычно относит к аналитической философии почти всех. Ну, я хрен знает, хрен знает, конечно, но вроде бы да. Но, на самом деле, для историографов философии я бы сказал, что проблема классификации основная, она заключается в том, аналитическая философия характеризует ли она какое-то проблемное поле. То есть, аналитическая философия это что? Это список проблем? Это некоторое методологическое единство? Или это некоторое... Ну, я указываю на то, что это методологическое единство. Я не вижу смысла, блядь, повторять что-то в определениях, если я это уже, блядь, написал выше. Важнейшими, с одной стороны, маркетинговыми триггерами, а с другой стороны, как бы, содержательными атрибутами, я описал, что является. Я с точки зрения методологии это рассматриваю. По-моему, 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 Васил опять обосрался. Ну, да ладно. Чуваки ищут определение там, где оно уже дано, но просто там нету такого вот аналитической философии, тире, понимаете? Вот не дано этого, и человек такой, блядь, а что мне здесь делать? Он не дал определения. Он не дал определения, как быть-то теперь мне? Что мне теперь делать? Как мне? Как мне быть, блядь? Куда мне деваться-то теперь? Господи, как тяжело. Блядь. Причем все написано. Мне пришлось просто повторить это предложение с тире, чтобы Васил понял. Гениально, да? Просто супер. Просто супер, блин. Супер круто. Просто стилистическое единство. Вот. Я склонен скорее к третьей позиции. Я склонен считать, что аналитическая философия... То есть я склонен... Ну, стиль, методология могут быть одновременно. Стас спрашивает, у аналитиков есть интуиция или изупредили в логике? Думаю, ее можно интерпретировать в контексте аналитической философии без особых проблем, поэтому, я думаю, может быть какой-нибудь аналитический интуитивизм. То есть он возможен. Гитарный аккорд? Не знаю. Я склонен широко понимать аналитическую философию. Я... Ну вот да, Арсен, собственно, перечислил. Как бы... Вот. Я склонен аналитическую философию понимать широко, как стилистическое единство. Вот. Но... Донат? Есть и другие, как бы есть другие точки зрения. Вот. Есть, например, точка зрения, что аналитическая философия, она... Ну, ее вообще сейчас нет. Да, так... Ну, кстати, я думаю, что разделение аналитической... Ну, разделение на аналитическую и неаналитическую философию – это хуйня, во-первых. Но если пытаться делить, то делить по методологии. А в методологию входит использование таких методов, как логика, анализ языка и математика. Причем в разных пропорциях. Проблема заключается в методологическом определении в том, что мы, в принципе, все равно сталкиваемся с проблемным полем, в рамках которого у нас, в общем, есть какие-то философы, которых мы считаем вот этими ужасными, плохими, отвратительными, как там их континентальными, обосранными у философами, низкокачественными, низкостилистичными, да, обосранными дебилами. Но при этом тех, кого мы так считаем, нередко они тоже пользуются логикой и доказательствами. Причем нормальными, не той хуйней, которую Васил под логикой сейчас разметил. А настоящей логикой пользуются они нередко. Все. Ну, позиция... Ну, географическое разделение, это тоже, понимаете, такая себе хуйня. Проблема здесь с географическим разделением уже заключалась бы в том, что тот же ебаный венский кружок, например, он неожиданно нихуя не находится в Британии, нихуя не относится к какой-нибудь там, я не знаю, Америке. Вот вы пишете Британия и Австрия, да, Британия и Австрия географически. Но в Австрии было кучу континентальных философов, поэтому здесь какая-то херня получается. Так, нет, понимаете, Джон? Так вот он наоборот пишет, что Британия и Австрия. Но вот это очень странно с Австрией, потому что она довольно сомнительна как регион. Да, венская школа, она находилась в Австрии, это действительно в Вене. В Вене нахуй, в Вене она находилась, именно. Только проблема заключается именно в том, что там же располагались и другие мыслители, которых мы можем назвать континентальными. То есть в принципе, в принципе, географически, за географическую вот эту вот составляющую, по-моему, мало кто пытается выкупать. И какой в этом вообще толк, непонятно. Какой в этом толк, тоже не очень понятно. Ну, как бы, как сказать? Нет, Джон, понимаете, это проблематично не то, что в данном высказывании, не то, что Австрия находится в Европе. Проблематично в данном высказывании то, что далеко не все австрийские мыслители являются аналитическими хоть по какому-то из параметров. Своеобразное, да, что на самом деле вот аналитическая философия это, там, Фреги, Фреги, Рассел, Мур, позитивисты и ранний Витгенштейн, а вот уже... Ну, Фреги обычно он, ну, это, не считается за аналитического философа, но обычно. Это как бы предтеча очень важная, очень фундаментальная, но все же предтеча. Как-то так обычно это обыгрывается. Приветствую, рулон обоев. Поздний Витгенштейн, это не аналитическая философия, это что-то другое. Вот. Кстати, поздний Витгенштейн, на мой взгляд, гений. Ну, то есть ранний Витгенштейн кусок говна, скучнейший, чьи ошибки видны просто вот на ладони. Он просто берет и из жопы достает какие-то высказывания, которые кладет в основание своих рассуждений. Как и делают почти все аналитические философы. Да, аксиомы, хуексиомы и прочее говно просто выкладывает и никакого глубокого интересного анализа нам не показывает. С другой стороны, поздний Витгенштейн, это уже нечто более интересное, более полное. Я не знаю, как сделать ссылки нормально, честно говоря. Я сижу и туплю над ссылками. Так что вот. И после вот этих всех чуваков, да, уже аналитическая философия кончилась. Вот. Есть идея такая, что аналитическая философия связана с методом концептуального анализа. Как то, что я пишу, противоречит тому, что говорит... Я не свой клип включаю, я на свой этот канал захожу просто. Все, понял, о какой гитаре речь. И тогда получается уже, что, например, философия обыденного языка – это аналитическая философия, потому что она занимается концептуальным анализом. Логика-философский трактат – это ранний Витгенштейн, а философские исследования – это поздний Витгенштейн. Логика-философский трактат – это где то, о чем нельзя говорить, а о том следует молчать. А поздний Витгенштейн с философским трактатом – это про анализ, собственно, языковых игр. И это действительно очень интересная вещь, это очень интересное открытие, на мой взгляд. Поздний Витгенштейн прям радует, радует идейностью в конце жизни. То есть, если логика-философский трактат – это аналитическая философия, но это ауф везде, просто без остановки, там несколько ауфов подряд, и из этих ауфов он что-то выводит просто, то дальше интересно. А, например, Куайн – это не аналитическая философия, потому что Куайн уже был против концептуального анализа. Куайн, он не считал, что концептуальный анализ – это какой-то вот метод философии. Есть позиция, что, например, ну какую бы еще вам привести, есть позиция действительно, что аналитическая философия, она связана, ну то, что аналитическая философия связана с проблемами логики, математики и языка, так уже особо никто, наверное, не считает, потому что… Ну, в смысле никто не считает. Питерсон так считает. Ну, может быть, Питерсон реально так считает. Вот. Потому что, на самом деле, ну потому что есть сейчас люди, которые… Ну, потому что, во-первых, есть авторы, которые занимаются логикой, языком и математикой, и которые, ну, вроде как, не аналитические философы. Почему же вроде как? Исходя из данного определения, они как раз аналитические философы. Да, Молекула, это недоброжелатели продолжают нам гадить, всякое бывает. Шат, правильно ли я понимаю, что твой любимый аналитический философ – это Витгенштейн? Ну да. Ну, наверное, наверное, Квайна я читал давно, и вроде некоторые идеи мне его нравились, но я не помню особо, о чем он уже писал сейчас. По той причине, что я все это забываю. Ну, мне не очень интересна аналитическая философия, я практически ее, ну, не беседую на эти темы. Но при этом всем, при этом всем, Васил здесь не побеждает, Васил, очевидно, проебывает. Видите, ему даже трудно сказать, почему я здесь не прав. Ну, 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 так никто не считает, потому что там, короче, сейчас мы называем аналитическими философами каждого второго академического хуесоса, который пишет в стиле академии, короче. М-м-м, то есть вы изменили определение аналитических философов на чуть ли не прямо противоположное, получается? Окей, олрайт, поехали. У него про две догмы империзма текст есть хороший, читал, но очень давно, опять же. Так вот, контраргумент мое почтение. Эйнштейн приходит, короче, такой вот и говорит, вы знаете, а я тут придумал теорию относительности. Ему говорят, слышь, ну, чувак, пошел нахуй отсюда, так у нас никто не считает. Ха-ха-ха, все, заловнили Эйнштейна. Да, ну, например... Слышь, блядь, знаете, ребят, друзья, 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 знаете, А я тут открыл, что, в общем, теорию изобрел, что мир существует не 6 тысяч лет, а всего лишь, в общем, там, несколько миллиардов. Как вам такое? Пошел нахуй отсюда, мудак, блядь, никто так больше не считает. У нас тут 6 тысяч лет мир, в общем, пошел нахуй. Круто. Этот самый... Вот так аналитическая философия, видимо, и должна опровергать своих оппонентов. Именно так она и работает. Слышь, блядь, так никто не считает, не-не-не-не-не-не. Хотел сказать Бурдио, не Бурдио, а этот, господи. Итальянский континентальный философ математики. А-а-а-а, господи. Про множество писал, который. Короче, хуй с ним. Короче, этот критерий, он спорн, бадью, да, бадью, французский, французский бадью. Я его... Ну, давайте так. Всякий философ, который пользуется логикой, анализом язык, нет, стоп. Всякий аналитический философ должен пользоваться, либо, ну, должен пользоваться методологией логики, анализа языка и математики. Ну, вот хотя бы, да. При том, что математика и логика одно и то же. Можно конкретно отдельно математикой не заниматься в данном случае. Достаточно просто разбираться в символической логике и с ней как-то вот работать. Так вот, так вот, так вот, да. Ну, не всякий человек, который занимается логикой, анализом языка и математикой, является аналитическим философом. То есть, всякий аналитический философ должен этим так или иначе заниматься, но не всякий. Все, понятно, да. Мы сейчас мое высказывание полном, полной мере осветили. Что дальше будет? Что будет дальше? Перепутал с этими, блядь. С другими, короче. Бадью, да, Бадью, Бадью, Бадью. Вот, а Хайгер, например, писал про язык, и они не аналитические философы, да? Ну, писал он про язык, да, но у него не то чтобы очень глубокий анализ языка, и не логический анализ языка, что самое главное. Сосай, короче. Опять сосай, короче. Я не понимаю. Я не понимаю, как можно так продувать постоянно. Разъеб статьи, мое почтение, но, к сожалению, все плохо. Вроде как. А, например, есть философы, которые вроде как аналитические, но они про язык и про математику особо не пишут. Да, но они пользуются логикой, они пользуются определенной стилистикой, они пользуются достижениями их предшественников в данной области. То есть, опять же, в данном высказывании имеется слово периодически, неожиданно. Кто мог подумать, да, если анализировать данное высказывание, то здесь можно подумать важнейшими маркетинговыми триггерами данного стиля философствования, да, никто течением его не называл, являются логика, анализ языка и математика, которые периодически разбираются мыслителями данного направления. Вот мы это предложение, блядь, разбираем уже 8 минут, оно очень тяжелое. Да, поехали. Шадов, он на самом деле расписывается просто в своей безграмотности с самого начала, когда он, ну, не проясняя никак понятия. Нет, блядь, аналитическая философия это стиль академического письма просто. Да, блядь, вот это не роспись в своей безграмотности, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это не просто рандомная хуйня, которую дегенерат бородатый высрал просто вот, просто так. Не-не-не, ни в коем случае, нет. А вот логика, анализ языка и математика, не, нихуя, аналитической философии вообще не свойственна. Более того, понимаете, в чем дело? В академическую стилистику входит логика, ну, элементы анализа языка и математика. Вот так. Как-то так. Как-то так. Ну. То есть, а что входит в академическую стилистику? Вы можете мне, пожалуйста, сказать в таком случае? Чем академическая стилистика отличается от неакадемической? Ну, давайте. Давайте, давайте, давайте попробуем поиграть в такую игру. Ладно, поехали. Аналитической философии. Он его использует как само собой разумеющееся и связывает его, конечно, с логикой, с языком и с математикой. Ну, математика на самом... Да, вот Лакан писал про математику, например. Знаешь, он аналитический... То есть, люди буквально... Нет, стоп. Чат, видимо, ему тоже тут поддакивает. Так, 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 так. Ну, и континентальная философия математики была. Понимаете, в чем проблема? Эти высказывания не противоречат тому, что выше. Собралась куча дураков, которые думают, что они шарят в аналитической философии. При этом они не могут нормально проанализировать высказывания. Прикольно. Прикольно, да? То есть, люди думают, что они охуеть, какие умные аналитические философы. И тут неожиданно важнейшими... Причем, смотрите, тонко, как сформулировано, маркетинговыми триггерами. Данного стиля философствования является логика, анализ языка и математика. Отчасти они ее определяют. Но в каком смысле они ее определяют, я здесь не сказал. Васил через стилистику определенную нам выдает определение. Но что свойственно аналитическому стилю философствования? Логика, элементы анализа языка, безусловно, потому что это определенный язык. И приходится в процессе работы над академическим текстом определенным образом анализировать и свой язык, и язык, который ты, в общем-то, разбираешь. Ну, математика как, в общем, элемент логики. Наоборот. Логика как элемент математики. То есть, здесь не тематически все разбирается. То есть, здесь это не то, чтобы главные темы аналитической философии. В этом предложении этого буквально нет. Я для вас, долбоебов, блядь, сейчас, ребят. Смотрите, я обращаюсь к зрителям Васила. Вы тупые долбоебы, в умстве насталые дегенераты. Я еще раз, блядь, подчеркиваю для очень тупых людей. Для очень тупых людей, в том числе для очень тупого Васила. Для нереально, блядь, тупого Васила, подчеркиваю. То, что он говорит, данному высказыванию, блядь, не противоречит. Нихуя. Нихуя, короче. Поехали дальше. Аналитический философ? Ну, нет. А есть очень много людей, которые, ну, как бы, аналитические философы, но они про математику особо ничего не писали. Вот. Лотман. Да, тот же. Тот же флоренский, например. Вот. По поводу того, что это популистские триггеры для псевдоинтеллектуалов, ну, во-первых, по-моему, псевдоинтеллектуал, это, это ярлык, да, оценочный, который просто используется как рук. Ну, то есть, назвать оппонента псевдоинтеллектуалом, это как назвать его мудаком. Ну, идёт. Типа, это, да, и, ну... На следующем стриме Васил меня, кстати, оскорбит, если что, я тот момент видел. Ну, потому что я вырезал момент о том, как некий Александр Седых пишет Василу, чтобы с ним вместе выступить против меня силами зла, но Васил сказал, что ему отказал, за что, в принципе, ну, адекватно себя проявил, ладно. Но я сосмотрел тот момент стрима, ну, я его, короче, зафиксировал, этот момент стрима, на всякий случай. Некий, в общем, Александр Седых собирает против меня армию, друзья, чтобы вы знали. Вот как это работает. Нет, нихуя, ни тактика некого гиперхаоса, ни в коем случае. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, вы что, вы что, никто так не делает, да? Так делают только два человека в мире, это гиперхаос и Александр Седых. Ну, это разные люди, мы абсолютно уверены, что это разные люди. Ну, и там он меня оскорбил прям вот просто напрямую, просто дураком назвал. А вот это нихуя не бред. Пожал бы руку Александру Седых, нет. Просто, типа, просто оскорбление, да? То есть непонятно, как вот, например, псевдоинтеллектуала от реального интеллектуала отличить. Это не научное различие, нифига. А это научная статья? Вот. Это не научная статья. По поводу того, что это какие-то популистские триггеры, ну, вот мне не кажется, что математика это какой-то очень популистский триггер. Что может быть более популистским, чем математика, лол? Ну, только, не знаю, счастье на всей земле, мир без войны, еще какая-то хуйня. Не, математика очень популистский триггер. С учетом того, что это просто выдуманная из нихуя рандомная догматическая система, которая ничего на самом деле, ну, не значит. Скорее всего, у меня такие предположения есть, но никто обратного мне пока что не доказал. Так вот, ну, почему-то математику очень сильно уважают. Ну, по-моему, популистский это то, что нравится большому количеству людей. По-моему, математика это то, что не нравится. Ну, то есть, это то, что... Да ну нахуй, да ну, огромному количеству людей нравится математика. Просто что-то вам скажут, какой-нибудь долбоеб вам скажут, мол, мы математически доказали, что бога нет в Ассармане. И куча людей такие, ваа, ебать он умный. Это определенно популистский, в общем-то, термин. Но в данном случае, в данном случае, в данном случае, хотя бы, в данном случае, хотя бы он разбирает мое высказывание. Уже неплохо, круто, вау, рост, рост происходит. Что интересно небольшому количеству людей? Да ну, да ну, математика интересна небольшому количеству людей, да ну нахуй. Бухгалтера там, я не знаю, математики, физики, химики, биологи. Там уже несколько миллионов я уже начислил, несколько десятков миллионов людей уже начислил. Более того, я уверен, у подавляющего большинства людей, которые образовывались в школах, у них есть довольно высокая степень уважения к математике. И это нормально. В обществе, где правит догматическая наука, базирующаяся на математике, это очевидное следствие. Напоминаю, что в школах на регуляре всем говорят, что математика это царица наук вообще-то, неожиданно. Ну, хотя физики тоже так нередко говорят, что физика царица наук. Но тут, понимаете, есть некие разногласия, но у нас получается две царицы у наук. Ну, хорошо, две царицы наук пусть будет. Но что может быть более популистского, чем математика? Лол. Лол, ну серьезно. Лол, поехали. Скорее. Ну вот это оценочное высказывание, на мой взгляд. Математику пиарят в школах, математику пиарят во многих местах. Математик, человек, который обладает математическими данными какими-то, у него вероятность в современном мире устроиться на работу овер до хуя. Да, у нас, блядь, айтишники, это математики от счастья. Неожиданно. Вот, 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 кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать неожиданно? Да, у нас все более-менее хорошие профессии, они завязаны на математике. Ну, неожиданно. Приветствую, Егор Меркель. Не, математика нихуя не популярна. Не, она нихуя не популистская. Нет, вы что? Так, таким образом формируется прослойка псевдоаналитических философов, чаще всего в интернете. Очень большая прослойка. Ну, достаточно большая для современного сообщества. Я, кстати, думаю, что Uber Marginal, Васил, там, еще какие-нибудь хуесосы сверху, которые вот им поддакивают, то это, наверное, ну, половина или, может быть, четверть от всех людей, которые увлекаются философией в России, может быть, даже. Я не знаю, может, я вру сейчас, может быть, эта оценка неправильная, и у Василы не так уж и много зрителей, но вот Marginal, как аналитический философ, как вот человек, который ее продвигал, аналитическую философию, вот, 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 у него много людей, таких вот фанатов, и это очень большая прослойка. Более того, здесь не дается разметка данной прослойки. Таким образом формируется прослойка псевдоаналитических философов. Неважно, какого она размера. Охуенно, да, Васил такой умный, такой логик, охуеть. Просто здесь не было оценочной характеристики количественной. Неожиданно в данной статье. Напоминаю, аналитический философ разбирает высказывания. Аналитический философ не придумывает высказывания за оппонента. Катернаслав поддерживает идеалы данной мыслительной традиции, но на деле нарушают их все. Ну вот к мыслительной традиции могли бы доебаться на самом деле. Здесь я использовал высказывание мыслительная традиция, наверное, тупо для того, чтобы избежать повтора с предыдущими предложениями. Чисто литературное соображение здесь у меня. Ну ладно, может он раскроет как? Не, сейчас мы посмотрим, да, но тут... И кто, и как? Тут, во-первых, я опять-таки укажу, что не очень очевидно, что это именно мыслительная традиция, и что это за мыслительная традиция. Во-вторых, что значит псевдоаналитический философ, а, окей, которые как бы топят за логику анализа языка и математику. Ну, что значит нарушать идеалы? Мне вот тоже понятно. Не понятно, прошу прощения. Я, идеалы можно предать, да, идеалы можно, ну, предать или можно культивировать. Я не очень понимаю, что значит нарушать идеалы. Поддерживай. Типа я, ну, как бы я топлю, что надо заниматься математикой, но не занимаюсь математикой, типа, в таком ключе нарушаю идеалы. Не тру. Ну, просто если речь идет о том, что люди, вот эти псевдоаналитические философы, они совершают какие-то ошибки... Заказали далеко не все, поэтому тот полчаса мы уже 12 минут посмотрели, можете это заказать. Логики в математике или в анализе языка, то это не нарушение идеалов, это просто ошибки. И ошибки совершают все, никто от них не застрахован, да, у любого, у любой философ он может плохой аргумент выдвинуть, или может где-то, ну, как бы ошибиться, да, это не значит, что он нарушил какой-то идеал. Но, если человек всегда нарушает эти идеалы... Это не значит, что он нарушил... То есть никогда им не соответствует, это уже проблема, наверное. Всегда нарушает эти... Шадов, а весь марксизм можно считать радикальным христианством? Нет, наверное, только по одному параметру. Там какой-нибудь параметр свободы и так далее, так далее, так далее. То есть, ну, марксисты, они за освобождение людей, за равенство тотальное. Христианство тоже за равенство. Анонимус пишет. Главный популистский триггер, это все вокруг догматики и дебила, а мы свободные, незашоренные скептики. Вон весь чат таких триггернутых этим. Где? Где чат? Какой чат? Ну, я замечу, что именно скептицизм нормального толка... Вот есть скептицизм как популистская хуйня, ну, да, соответственно. А есть абсолютный скептицизм секста-эмпирика Александра Шадова. Давайте так, перроны секста-эмпирика Александра Шадова, назовем это так. Так вот, это абсолютно противоположные вещи, абсолютно противоположные течения, с абсолютно противоположной методологией. Все. А то, что все догматики, ну, и Васил это тоже, кстати, пишет в одной из своих статей, когда он скептицизм разбирает, то, что, ну, мир переполнен убеждениями. Да, это нормально, просто с этим скептики работают несколько иначе. То есть это не то, чтобы для кого-то какая-то такая, типа, вау, новость, все догматики, еб твою мать, ничего себе. Кто бы мог подумать? Кто бы мог с этим что-то сделать? Кстати, у меня в чате, наверное, никто себя не идентифицирует в качестве скептика, кроме, там, пары человек. Вот, вот, из важного. Цунада правильно говорит. У меня зрители с абсолютно разными взглядами. Кто бы мог, кто бы мог тоже подумать. То есть вот у Васила, очевидно, люди либо христиане, либо просто интересующиеся философии. Кстати, я даже, наверное, не скажу, что у Васила большинство людей христиане в чате. Но значительная часть все же, наверное, да. У меня не наберется и половины скептиков. У меня тут вот тот инфюрер, он вообще от магов сюда пришел. Ничего против не имею. Мне нравится, мне нравятся маги. Так, Юрий пишет. Александр, привет. Если бы в рамках мысленного эксперимента тебе надо было выбрать религию, в которую верить, то какой бы выбрал? Ну, буддизм, наверное, какую-нибудь матхямику. Приветствую, Фроу. Спасибо большое за пожелание хорошего стрима. Вот. Ну, безосновательное, в общем, высказывание, уважаемый. Причем, понимаете, в чем дело? В отличие от всяких там свободомыслящих эпохи просвещения и современных свободомыслящих скептицизмом здесь никто не, ну, не гордится, наверное. Я сам скептицизмом не горжусь. А Васил, дебил, например, не потому что он догматик, а потому что он довольно низкокачественный догматик, который, ну, как вы видите, даже текст прочитать не может внимательно. Это печальненько. Это грустненько. Мог бы. Мог бы постараться. Нет, может быть, он не старается, может быть, он устал, но он почему-то всегда устал и всегда не старается. А, не отгойцев, а от Лизарда. Ну, окей, Тотенфюрер. Общая характеристика аналитической философии. Аналитическая философия не является стройным и единым учением. Ну, скорее, да, хотя, опять-таки... Я говорил об этом выше. Опять-таки, зависит все от позиции, да. Нередко она считается стилем мысли. Это правда. Эта стиль произрастает из догматических исследований языка, логики и математики, имеющих место в 19-м и 20-х веках. Вот что значит догматический, я вот... Ну, это значит не скептический. Это значит почти какой угодно. Не очень понимаю. Вот. Одни, одно из... Ну, кстати, если что, вообще догматизм... Один из самых известных критиков догматизма был такой философ, Эммануил Кант. Вот Кант, он считал, что... Кант догматик, прошу прощения. Прошу прощения, но по скептическим разделениям Кант догматик. То, что Кант неожиданно придумал критическую философию, разделили философию на критическую и некритическую, то есть на рефлексирующую и нерефлексирующую, неожиданно, да. Ну, это его уже проблемы. Я здесь опираюсь на более старое определение догматизма. Кстати, определение догматизма я даю, и даю довольно часто, и очень много. Повторять это в каждой статье не имеет никакого смысла. Вот, тоже интересно. Причем я и на стримах это давал. Если я в каждой... Если я в каждой статье буду давать все определения, которые я обычно использую, моя статья будет состоять просто из определений, к сожалению. Ну, я понимаю, что Василу тяжело как бы взять и исследовать то, что я написал за долгие годы. Это, в принципе, не обязательно. Но, опять же, если ты не исследовал, не изучил и не знаешь, то выебываться на человека, это, конечно, отвратительно. Ну, это неправильно. Это интеллектуально неправильно просто. Вот, например, я говорю, что мне Дугин не нравится, но я не читал все его тексты, и я не могу его разнести по всем текстам, потому что я их просто не читал. Может быть, у него есть крутые тексты. Я видел несколько у Дугина хороших текстов. Видел несколько очень плохих, шуешных, дурацких текстов. Но там с Дугином все очень сложно, поэтому я по большей части стараюсь воздержаться от высказывания по большей части деятельности Дугина. Политическая его философия мне очень противна. И все. В основном все. В остальном мы как бы воздерживаемся от суждений по поводу Дугина. Философия, она может быть критической, скептической и догматической. Скептицизм и догматизм он хуесосил и топил за критической философией Кант. Кант – это один из самых важных авторов, особенно для ранней аналитической философии. Канту он очень сильно повлиял на Фреге. И некоторые положения Фреге прямо за... Нет, Кант – догматический философ. Я не вижу никакой особой разницы между догматиками и критиками. Серьезно. Сорян. Сорян, чувак. Ну, Кант – Кантом, но поехали дальше. Кант повлиял на логический позитивизм, логический эмпиризм, да, различия аналитического и синтетического. Кант повлиял на Рассела, Кант повлиял на Поппера. Кант повлиял на Гегеля, Кант повлиял на Шеллинга, Кант повлиял на Фихта. На кого только Кант не повлиял. Чего бы это только значило. Ну то есть, ну допустим Допустим, Кант В общем супер тупо скептик Ну не важно, да, он сказал, он критик Да пусть даже скептик, допустим И на кого-то там повлиял Только те, на кого он повлиял, это не делает Их как бы критиками Или там скептиками Или кем-нибудь там еще Может на кого-то там и секс-эмпирик повлиял Но это не делает человека На которого повлиял секс-эмпирик Да, ладно, все, блядь Это у нас настолько пусто Все, господи, господи Лишь бы слово вставить Популист Ну, возможно, Шатов использует Догматический не в Кантовском смысле Или в Кантовском Какой нахуй Кант, блядь Какой нахуй Кант, при чем здесь Кант Возможно, он считает, что Кант сам был догматиком Да, определенно считают, что Кант сам был догматиком Одно из важнейших Важнейших традиций Повлиявших на движение Понимаете, он же думает, что это он сейчас разъебывает Прям разбирает Причем он пока что Ни по одному параметру Он нигде не разъебал Вот вообще ни одно высказывание У него не получилось уличить Меня ни в какой ошибке Ни в каком там подъебе И так далее, и так далее, и так далее Еще 15 минут Аналитическая философия Был английский империзм Элементы которого периодически встречаются в разных аналитических течениях Ну, смотрите, по поводу английского империзма Вот Ну Был такой философ, который, по-моему, он вот даже на обложке Этой статьи есть Вот это вот перевернутый Это Фреги Фреги, он Ну, презирал британский империзм Да, но проблема заключается в том, что сам Фреги Не всегда считается аналитическим философом Как ни странно Да, этот стрим останется в записи на лайве, я думаю Вот Ну, бывает Фреги, Фреги, конечно Жалко, склонить не получилось его правильно Нормально Ну, вот Фреги норм Но Как бы тут такое Вот Фреги, его основная такая философская полемика Она велась против британских эмпириков Против их, в частности, математических взглядов на логику и на математику Хотя нет, вот в Википедии написано, что он представитель аналитической школы, блядь Школы философии, лол Прям школу основал Давайте на английскую Википедию заскочим Ну, кстати, вот, канонично Просто проблема заключается в том, что он по времени не особо попадает Он несколько раньше аналитической философии, ну, уже свои идеи сформулировал Здесь не написано, что Готлеб Фреги является аналитическим философом, если что Но вот в английской Википедии уже нет Хотя нет Короче, отец аналитической философии Считается отцом аналитической философии Ну, понимаете, отцом, отцом Ну, значит, он не аналитический философ, понимаете? Ну, то есть, если я кого-то выебал и сделал сына Это я же не сам сын Я не представитель этого сына Я не есть сам его сын Я оказываюсь, соответственно, здесь немножко в стороне То есть, да, например, британский эмпиризм, он очень важен для Рассела Повлиял на Рассела На Мура На много кого повлиял британский эмпиризм, на самом деле Британский эмпиризм... Понимаете, в чем еще проблема? Повлиял, не повлиял Повлиять-то можно и через негативное влияние То есть, если человек реагирует на британский эмпиризм Неожиданно, да, окажется, что это тоже влияние Если вы вынуждены критиковать британский эмпиризм, это тоже влияние Ну, негативно С негативной точки зрения, правда Вам приходится отвечать на аргументацию и ее учитывать В таком случае Фреги тоже был человеком, на которого повлиял британский эмпиризм Как так может быть? Опять победил Шадов, что ли? В меньшей степени он важен на Мура Мур, скорее, тоже критически относился к эмпиризму британскому Но Фреги эмпиризм ненавидел Вот это и есть влияние Тут пишет Справедливости ради далеко не каждый записывает Фреги в аналитические философы Ну, отец аналитической философии, что-нибудь такое Он просто немножко на поколение раньше просто творил И в этом смысле аналитическая философия Это уже скорее философия 20 века Это вот уже 20 век, но может быть чуть-чуть раньше Вот чуть-чуть 19 век А Фреги, он был в 20 веке, но свои произведения, насколько я понимаю, написал значительно раньше И повлиял на огромное количество людей Здесь действительно есть над чем побеседовать Ну, у нас на всякий случай я заметил эмпиризм Очень активно, в принципе, ради далеко не каждый записывает Фреги аналитического философа Ну, я думаю, что скорее все-таки большинство согласится с тем, что Фреги аналитический философ И я целую... А, большинство, это очень авторитетно Просто к картиночке в начале О, да, картиночка в начале Я же ее сам делал Я ее не просто перевернул Нет-нет-нет-нет-нет В начале Вот Важнейшее... Ну, и опять же, британский эмпиризм Но на самом деле, вот это различие на британский эмпиризм и континентальный рационализм Это различие школьное Это различие школьное И на самом деле, для Декарта, для него... Ой, господи, для Декарта, для Рассела, для него Лейбниц Это автор ничуть не менее важный, чем Юм И в чем проблема? То есть, стоп, в Британии не было эмпиризма? Стоп, я не понимаю, в Британии не было эмпиризма, что ли? Или был он там? То есть, это школьное различие в том смысле, что... Стоп! Понимаете, в чем проблема? Я взял и выделил британский эмпиризм То есть, есть британский эмпиризм, а есть не британский эмпиризм Неожиданно, да? Васил говорит, что различие между британским эмпиризмом и европейским рационализмом Оно школьное Но этого нет в высказываниях Я не проводил этого различия Я высказал конкретную группу слов Британский эмпиризм Эмпиризм, который был в Британии То есть, может быть, вообще не было эмпиризма Или британского эмпиризма Или в Британии не было эмпиризма Или еще что-нибудь Проблема еще заключается в том, что я эмпириками считаю не только британцев И представителей Европы И более того, я считаю эмпириками людей из той же самой Древней Греции И средевековья некоторых Которые как раз опирались на опыт А такие были Есть эмпирики до возникновения такого классического эмпиризма Ну, например, в Греции это были представители школы Гиппократа Это почти философская школа медиков-философов Которые как раз по эмпиризму, по большей части, угорали И секст-эмпирик Он назван секстом-эмпириком Потому что он произошел из рода врачей Неожиданно Неожиданно произошел из рода врачей Поэтому его канонически называли эмпирик Хотя он не был никаким эмпириком Он все это, ну, он был скептиком Скептик не есть эмпирик Философия нового времени, докантовская Вот эта, которая условно начинается там с Бекона и Декарта И заканчивается на Лейбнице и Юме Ну, или там Ну, я думал, там реально разъеб какой-то будет Хоть что-то, блядь Думал, Васил подучился немножко Там, я не знаю, научился читать Например Читать, неплохо научиться, да Разбирать высказывания в том виде, в каком они высказаны Не придумывать какую-то хуйню, там, не знаю Типа вот, мол, британский эмпиризм И школьный, и рационализм европейский Это школьное понятие Я просто не понимаю, что сейчас происходит Ну, да ладно На Риде Она Она как бы Ну, нами воспринимается как как бы разделенная на две части Или даже как две традиции Что были отдельно Отдельно, как бы Отдельно эмпирики, отдельно рационалисты Это различие чисто школьное Это различие чисто... Да, но я об этом различии не писал О том различии, которое Васил сейчас фиксирует Я даже не говорил ни слова Я говорил про британский, блядь, эмпиризм Неожиданно Бывает Про конкретно, блядь, британский эмпиризм То есть эмпиризм есть Вы считаете, что эмпиризм есть? Да Вы считаете, что есть Британия? Да, наверное Соответственно, в Британии был эмпиризм? Да, в Британии был эмпиризм Значит, есть британский эмпиризм И он сужается на определенных авторах конкретных, на которых нередко опираются данные люди. Хотя Васил мог бы здесь, например, сказать нечто другое, но в духе, что это тоже было бы хуёво, это не опровергло бы данное высказывание. По той причине, что важнейшим источником данного стиля является разработка новой логики, которая приобрела многочисленные свойства математики, аналитически... Нет, стоп, да? Стоп, 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 не-не-не. Одной из важных традиций, повлиявших на движение аналитической философии, был английский эмпиризм, элементы которого периодически... Периодически, опять же. Блит, понимаете, насколько я осторожно складываю высказывания? Опять же, периодически встречаются в разных аналитических течениях... Фрёги! Фрёги! У Фрёги не встречаются, блядь! У Фрёги, блядь, не встречаются, сука, блядь! Дебил. Ну, он дебил, ну, блядь, он тупой, ребят, он тупой, ну чё за хуйня, блядь? Тут написано «Периодически», блядь, «Периодически нахуй!» Невозможно опровергнуть это высказывание, приведя в пример Фрёги, блядь. Его можно опровергнуть, но показав, что вообще нихуя не взаимодействует... Никакой, блядь, эмпиризм нихуя никогда никуда там, блядь, не залезал в эту аналитическую философию. Просто, блядь, просто показываешь, берёшь... Нет, блядь, большинство аналитических философов вообще ничего не знают про аналитическую философию... Ой, про эмпиризм британский нихуя не знают. Вообще ноль, блядь! Ноль нахуй! Ноль, блядь! Ну, он тупой, ребят, он тупой, блядь! Я просто, я не понимаю. Юрий спрашивает, Шадов, почему философы Нижнего Интернета такие токсичные? Вы меня спрашиваете? Вот-вот, прям в этот момент, ладно. Ну, на самом деле, мы немножко переигрываем, по-нормальному я бы отреагировал спокойно. Шадов, почему ты такой токсичный? Ну, потому что я устал, потому что мне тяжело, потому что я просто... Я просто озлобился уже за последние месяцы, и мне довольно тяжело, если что, Джон Дой, мне трудно. Но при этом всем я креплюсь, я держусь, я Армстронг, короче, Армстронг, вот. Да, это потому что я истокс, а именно Джон. Ну, ну просто, ну реально, ну блядь, ну ты не можешь опровергнуть высказывание со словом «периодически», приводя в пример Фреге. Фреге, не можешь, не работает, блядь. Чтобы опровергнуть данное высказывание, необходимо привести в пример большинство аналитических философов, которые не отсылают никакому английскому эмпиризму. Ну, то есть никакого Юма, никакого Беркли, никакого, никого там вообще быть не должно, никакого Бекона, все, забыли про них. Пока-пока должно быть здесь с ними. Чисто школьное. И прикол в том, что вот британские авторы, для них зачастую были важны как британцы, так и континентальные чуваки, нововременные. А вот, например, Сартер, когда он пишет «Свое бытие и ничто», он очень много критикует Декарта, и видно, что он начитан в Декарте, хорошо знает Декарта, как француза. Но когда он, например, пишет про Беркли, видно, что Сартер Беркли знает очень плохо и очень поверхностно. Потому что, например, Сартер, он критикует Беркли за то, что Беркли считал, что существовать может только то, что воспринимается, а как же тогда воспринимающий субъект. Ну и тут очевидно, что Сартер не читал Беркли, потому что Беркли ясно пишет, что существовать значит быть воспринимаемым, либо воспринимающим. А Сартер его за это критикует. Вот. Потому что мы в том числе и на Ютубе, если что. Мы, ну прежде всего на Ютубе. У нас тут прежде всего чат Ютуба. Короче, я это все так долго говорю к тому, что, ну нет, британский эмпиризм, конечно, важен, но континентальный рационализм важен не меньше. Ну, может быть, помарка, ну поправка в духе, континентальный рационализм. Я не делал противоречия между рационализмом и эмпиризмом, блядь, вообще. Я просто упомянул британский эмпиризм. Конкретно, блядь, эмпиризм в Британии повлиял. Много, сильно, важно. Много, сильно, важно повлиял. Важен не меньше, абсолютно. Вот. Ну, не знаю, на мой взгляд, меньше. По крайней мере, из тех авторов, которых я читал, скорее меньше, чем больше. Но тут чисто оценочно. Тут чисто оценочно, поэтому поехали дальше. Следующим источником данного стиля является разработка новой логики, которая приобрела многочисленные свойства математики и сейчас считается ее разделом. Ну, что касается новой логики. Новую логику разработали, разрабатывали. Ну, вот этот чувак разрабатывал и вот этот чувак разрабатывал. Вот этот чувак, например, не разрабатывал новую логику. Джордж Эдвард Мур, который... Поехали дальше. Так. Важнейшим источником данного стиля является разработка новой логики. Источником данного стиля. не фундаментную то есть не свойством то есть не тем чем все аналитические философы занимаются источником данного стиля тора тоже обычно ну вот больше мне кажется ли у него то ли дислексия то ли он реально читать не умеет при у него просто глюки он просто ну вот просто блять я ничего не вижу сто как бы историка философии считают мура ранним аналитическим философом как бы мур не разрабатывал новую логику тему это было особо не важно а пилки и джину новую логику и и разрабатывал например брэдли до параллельно с фреги у него было ну то есть разбор то голый как говорится речь о каком муре о том самом муре который в общем-то политический дядька так современие красала хотя блять кто только не современие красала с учетом что эта сука прожила очень много лет почти каждый каждый корица времени красала была своя бессмертным был тема логике такой неформальной логике хотя вроде как сейчас там ее и формализуют хотя брэдли обычно все начнет разбирать мои высказывания ну типа ну типа вот они написаны а можно их разбирать они выдумывать хуйню какую-то нища тоже современник расал да кстати скорее всего но это просто бессмертная так получилось почему-то носят к аналитическим хочу если что про суку да вот реально забавно что он такой бессмертный дядька сам хотя с моей точки зрения можно в принципе и брэдли при желании отнести это вся шизофрения не имеет отношения к тексту поехали дальше вот я не думаю что васил софист я думаю что он просто дурак и в принципе понимаете он тут за логику заступается за какую-то другую хуйню заступается при этом у него просто не хватает внимания чтобы прочитать текст и взять и все точки над и поставить пойти в чем дело васил отвечает на мое высказывание какую-то хуйню рандомную несет а потом уточняет его таким образом что мое высказывание соответствует уточнению бывает забавно хорошо поехали дальше это я все говорю к тому что ну и он самое главное думаю что он разъебал статью вот вы учитывайте это пока не в одно высказывание он не попал вот вся критика все высказывания которые он делает они даже близко даже близко не подходят вот ко всему вот этому вот к сожалению хотелось бы критику услышать уже наконец-то нормально по поводу да по поводу того что логика является считается разделом математики ну во первых кем-то считается кем-то нет не все ну по большей части на западе считается современные авторы считают что логика это раздел математики ok ok смотрящих в какой традиции какая логика может диалектическая логика например не считается разделом математики как ни странно но в современном образовании плюс-минус в принципе математическая логика как раздел математики да и в принципе нормальная логика они очень близко идут и они помогают в том числе программирование как ни странно люди вообще в последнее время логику по большей части воспринимают как раздел математики но в смысле образованные люди то что ну потому что она используется как раздел математики как средства для программирования еще что-нибудь и так далее так далее так далее математика это раздел диалектики пишет джон давай именно пусть будет так ну как ни странно как ни странно как ни странно я здесь вижу шат пишет клевера с понедельника у астрологов начинается чуть ли не самое хорошее время в году для начала новых проектов бизнесов и так далее вплоть до убывающей луны я думаю я в этом месяце новый проект начну келевер надеюсь надеюсь начну она новый канал может быть зайдет вот здесь 28 зрителей у нас давно столько не было уже но видимо это на васила слетелись птички а например ну например расслал что математика она сводится к логике на он вообще подал окей но раз это считал очень очень давно а вот сейчас большинство людей скорее считают логику раздела математики как-то так про прошу прощения но как-то тогда математика рассел делал все чтобы логику и математику как-то совместить и действительно абсолютно согласен с тем что рассел считал обратно в обратную сторону но это в данный момент ничего не значит это не бьет данное высказывание то что рассел считал рассел считать мог все что угодно он например считал что бога нет блять христиане дебил он считал что ну что рассел считал что христиане дебилы ты дебил значит ну не знаю я еще я не считаю что по этому принципу человек может стать дебилом как бы вот вот все просто другом увидел соотношение между этими этими дисциплинами аналитический философ как раз и определяется через использование догматического логического аппарата который должен помочь понять какие высказывания ложные какие противоречия друг другу на самом деле здесь свойства не закончены я просто два основных перечислил по моему ну я не знаю по моему этим занималась философия всегда строго говоря но ты не знаю а философия не всегда занимается высказываниями в этом заключается большая проблема вообще в принципе для васила что он за много лет изучения философии так и не понял одного из самых главных ее свойств философия почти всегда это не столько высказываниях философия посвященная тотально высказыванием это скорее двадцатый век серьезно буквально двадцатый век скорее вся остальная философия до двадцатого века но не вся философия 20 века тоже про высказывание на самом деле вещает высказывание высказываниями как бы вторичное свойство философии иногда она обращает внимание на высказывание иногда делает высказывание главной темой своего размышления иногда размышлять о своих высказываниях и так далее так далее так далее но для большинства философских направлений для большинства философов прошлого прошлого замечу прошлого что очень важно язык и высказывание это скорее Средства для передачи своих образов, мыслей и для некой связи с другими людьми с помощью вот этих самых слов и высказываний. Ну, на самом деле, просто давайте подумаем, сколько у нас философов-мистиков. Сколько у нас философов, которые считали, что основной предмет их исследования невыразим словами. Ну, это христиане, которые к апофатическому богословию склонялись. Ну, там философы тоже были, соответственно. То есть, люди, которые не считали, что на высказываниях все заканчивается в философии и начинается с этих высказываний, что высказывания это и есть, собственно, философия, это то, чем должны заниматься философы. Таких, наверное, большинство за всю историю философии будет. Ну, да, да, философы действительно, они пытались друг другу что-то доказывать.